Дмитрий Иванович работает водителем автобуса больше 20 лет, возит людей из Усть-Ужных, Череповец и обратно, и точно знает, что в ответе за своих пассажиров. Поэтому автобус должен быть исправен на 100%, начиная от тормозов, заканчивая спутниковыми системами слежения. Сегодня в ходе проверки выяснилось, неисправен тахограф. Вы уже в процессе какое времени эксплуатируете транспортное средство с неисправным тахографом? Неделя, две примерно? Да, ну, в субботу, где-то. В этом устройстве хранится вся информация о поездке, скорость, количество остановок, время в пути. Нужен он для того, чтобы водители соблюдали режим работы и отдыха. Кстати, с 1 апреля по закону такими устройствами должны быть оснащены все автобусы, и городские, и междугородние. В противном случае водителей и механиков ждет крупный штраф. Штраф по статье 11.23, часть 1, предусмотрен от 1000 до 3000. Также дальнейшее будет разбирательство с должностными лицами или с юридическим. Водители с таким наказанием не согласны, считают, что их работа управлять машиной. За все остальное в ответе руководства и механики. Вот приезжает работник ГАИ, он потом, мы потом механикам накажем, потом директора. Первым козлом обтучения получался водитель. Уже было у нас летом то же самое. У меня старый автобус был, то же самое. Вот из этой бумажечки, вот она. 100 рублей, пожалуйста. Я говорю, не виноват, меня отправляют. Я говорю, тебя отправляют меня штрафовать, ну, в смысле, проверять. А меня отправляют в рейс ехать. Если я в рейс не поеду, значит, вон ворота. Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Автобус» работают и с руководителями предприятий и рассказывают о новых требованиях к безопасности. Будут организованы проверки транспортных средств при выпуске на линию. Также будут организованы внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на территории города Череповца. Организованы линейный контроль, то есть экипажами технического надзора, проверка транспортных средств на линии. По словам инспекторов, серьезных нарушений стало меньше. В основном это незначительные технические неисправности. Стертые покрышки, отсутствие аптечки. Штраф за это – 100 рублей. Как нам удалось выяснить сегодня, вопрос безопасности во время поездки в автобусе сами пассажиры ставят далеко не на первое место. Мы сейчас не эти проблемы решаем, мы боремся над тем, чтобы почаще ходили, не уехать никак. Нормально все, лишь бы везли. Операция «Автобус» продлится до 12 апреля. Главная цель – снизить количество аварий с участием общественного транспорта. Ведь с начала года в городе уже зафиксировано 4 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Кстати, во всех случаях виновными были сами водители автобусов.